Обмен опытом и развитие медицинского туризма. Об этом говорили сегодня североказахстанские и тюменские врачи. Встреча прошла в рамках сотрудничества приграничных регионов. В начале года система здравоохранения Тюменской области познакомилась с нашей стороны. И вот россияне сделали ответный визит. Подробности у Женсу Лутости Мировой. В год в областном онкологическом диспансере принимает около 47 тысяч человек. Раньше здесь были огромные очереди, но вопрос решили, разделив пациентов на три группы. Первая группа первичные больные, вторая группа скрининг и третья группа, которые у нас были, справащие по той, три группы. Таким образом, очередь больших не создаются, сразу распределяются больные по кабинету. Работают здесь и над качеством медицинских услуг. Сейчас лечение онкологии невозможно без высокотехнологического оборудования. В этот УЗИ кабинет направляют сразу после маммографии. Биопсия помогает определить точный диагноз. Рак молочной железы занимает у нас первое место среди женских онкозаболеваний. У мужчин это новообразование в легких. Первая стая, она значительно ниже, она порядка где-то около 15 процентов. Первая, вторая стая около 25 процентов. Операбельность составляет из выявленных где-то около 49 процентов. А вот в Тюменской области за последние три года эти показатели выросли почти на 35 процентов. Там проводят компьютерную томографию органов грудной клетки. У нас нет, хотя скрининг легких в регионе необходим. Но в целом для диагностики в диспансерии есть все. Современное оснащение и в детской областной больнице. К примеру, у этого томографа регулируется лучевая нагрузка. Для маленьких пациентов она намного меньше. Мы сейчас никуда детей не отправляем. Мы полностью все исследования, которые касаются КТ, компьютерной томографии, мы проводим здесь на месте. А этот пятидатчиковый УЗИ-аппарат позволяет исследовать сердце, брюшную полость, а головной мозг даже через кость. Такая диагностика подходит для новорожденных. Операции проводят тоже по современным методикам. Одна из самых частых – удаление аденоидов. Мы внедрили новую для нас инновационную методику проведения лор-операций, также по эндоскопической методике. У нас есть эндоскоп. Мы его усовершенствовали, кое-что дополнили. И оперируем сейчас аденоиды и так далее по новой современной эндоскопической методике. А в областной больнице полная перезагрузка. Идет не только ремонт фасада, но и обновление оборудования. Всего 20 тысяч пациентов, 10 тысяч у нас по госуточному стационару, 2 тысячи по дневному стационару, больше 6 тысяч операций. У нас из 13 клинических отделений 10 представлены, только у нас больше нигде. Немало ежегодно вкладывают средств и в региональный кардиоцентр. В прошлом году на 170 миллионов тенге за счет средств местного бюджета мы приобрели аппарат электрофизиологических исследований. С этим аппаратом мы смотрим и находим больных, которые нарушили ритм сердца, тахикардия. Когда более 150-200 ударов в минуту, мы таких больных берем на операцию, проводим электрофизиологические исследования сердца и на месте делаем радиочастотную абляцию. Техника сегодня не удивишь. На первом месте всегда будут высококвалифицированные специалисты, говорят российские врачи. Кстати, у них тоже дефицит кадров. Мы не скрываем. К сожалению, на сегодняшний момент изменилась программа обучения медработников как в России, так и в Казахстане. И мы получаем узкого специалиста, востребовано именно в областных учреждениях, как токардия, хирург, значительно больше, после большего протяженности учебы, чем было ранее. Медицинский туризм стал главной темой обсуждения уже на заседании в кардиоцентре. Это направление в Тюменской области активно развивают с 2015 года. А в апреле этого открыли уникальный центр. По данным за 2017 год к нам приехало более 20 тысяч медицинских туристов. С каждым годом это количество растет. Основные цели обращения – это лечение онкологических заболеваний. Потому что на сегодняшний день помимо высокотехнологичной хирургии, химиотерапии, лучевой терапии, у нас единственный в стране центр ядерной медицины. Кардиохирургия, как взрослая, так и детская. Это травматология, ортопедия, это протезирование крупных суставов. Это урологические заболевания. Все эти услуги оказывают в Тюменском медицинском городе. Это масштабный российский проект. На одной территории находятся сразу несколько медучреждений. Центр нейрохирургии, онкологии, радиологии, офтальмологический диспансер, областная клиническая больница номер один и другие. Шансулут Астемирова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.